Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию о Лиге. Яхум у нас играет против команды Брейвхард. Брейвхард шансов немного, хотя по пику все вроде бы в порядке, а с другой стороны у Яхум еще и попорядочнее все будет. Фантом Лансер бросается мне со старта в глаза, и лейт у команды Яхум просто чудовищно мощный. Да, здесь есть Тролль Варлорд, но против Пейла Тролль Варлорд не лучший вариант. Есть еще Шейкер, тоже полезная вещь против Фантом Лансера, если Шейкеру дадут раскастоваться. В принципе, парочка сотен иллюзий Фантом Лансера, если впивается в Шейкера с диффузами. Вы понимаете прекрасно, что никаких эхо-слэмов быть не может по факту. Тинкер от команды Брейвхард решили, я так понимаю, запушить команду Яхум, не дать возможность Пейлу выформить все, что ему необходимо. А я думаю, на самом деле, что это не лучшее решение только потому, что есть Лина и есть Шадоу Демон. И на ранних левелах команду Тима Брейвхард, в принципе, эта дабла просто-напросто будет стирать. Дизрапшн, под ноги Лайт Страйкеры, Драгон Слейв, ну и на дорожку несколько ударов от Лины от Шадоу Демона. Минус один, сто процентов, абсолютно неважно, кто это будет. Разве что Шейкер, наверное, с Леоном может пережить, потому что вовремя дать фиссуру. Ну, это просто отложить свою смерть. Ну ладно, посмотрим по последнему пику. Яхум, взяли Пейла, скорее всего, в легкую линию. Лина может стоять у нас на Мид Лейне. Шадоу Демон будет саппортить Фантом Лансера. Акса можно отправлять на сложную. И, скорее всего, еще один саппорт нужен для команды Яхум. Брейвхард забанили у нас Зевса. Решили избавиться от дамажащего саппорта. Но здесь еще уйма вариантов. Не лишний будет даже, например, такой подсейв, как Венжфул Спирит. Мирана от команды Яхум. Значит, это не Лина и Шадоу Демон. Это Мирана и Шадоу Демон. Ну, интересно посмотреть. Перед этим мы рекастили матч между командой Яхум и Ньюби Миракл. И там Лина была в пике. И Лина была у Пенни Тенга. И Лина это стояла на миде, как и в данной игре. И ничего от Ньюби Миракл за 16 минут вообще не осталось. Лина закончила со счетом 14-1. Будет ли повтор? Не знаю. Посмотрим. Не очень хотелось бы смотреть повтор той игры, потому как Пейл расфармленный куда интересней. Чем отсутствие Пейла вообще файта. Ну, приятно, что есть Мирана с дорогущим просто до задницы сетом. 400 долларов. Смотрите все и завидуйте. ДДС у нас король просто. Пимп и главный управляющий данной вечеринки. Какой отвратительный на самом деле сет по внешнему виду и насколько же он дорогой. Ну, хороший понт в данном случае. Потратился у нас ДДС или он потратился, или подарили. Парень-то, в принципе, видно известный. Могли, в принципе, и фанаты подарить данный сет. Под смоком. Команда Braveheart уже отправляется во вражеский лес. И, о горе, для них никого они там вообще не найдут. Ехоумы точно так же решили. Что написал Ротикей? Денег, говорит, нет. Пишет, что денег нет. Не понял я, к чему это он. Странно, что денег нет. При учете, что ДДС в его команде сетом за 400, черт возьми, долларов. Ну, отправились в Braveheart пройтись по лесу. Думали, я так понимаю, если команда Ехоум будет сражаться за топ-руну, где-то их врасплох застать. В итоге, абсолютно та же ситуация со стороны Ехоумов. Они, правда, без смока вообще решили не тратиться. Просто по-серьезки мясом задавить. Ну и Braveheart уже у нас появляется на мидлейне. Акс, вот Ротикей, пошел проверить. На разведку отправили пацана. Кто самый крепкий, тот идет чекать, где кто находится. Ну все, Braveheart у нас уже появились на лайнах. И, по-моему, увидели, где находится Ланэм или нет. Или это возможно ли? Нет, наверное, скорее всего, не увидели. В любом случае, до выхода крипов файт не состоялся. И давайте теперь по расстановке лайнов определимся. Янг на Фантом Лансере, скорее всего, отправится фармить сложную линию. С ним здесь будет Shadow Demon. От Ланэма и, скорее всего, должна быть Мирана. Ротикей отправляется у нас на легкую линию, но отправляется в гордом одиночестве. И DDC, скорее всего, отправится вниз. В общем-то, это верный фраг. Прекрасно понимаете. Дезрапшн, стрела. А дальше Фантом Лансер просто забирает себе фраг. Ланэм. Первый выход у нас на мидлейн. Полетела стрела. Все по таймингу. Раскаст от Пенитенга сейчас под ноги. Тинкера здесь уже нет. Можете прощаться. Минус. Тинкер на мидлейне. Первый фраг для команды Yoho. DDC отрабатывает свой сет. Все на ура. И на топ лейн. Ланэм с DDC вообще не должны останавливаться. Получилось сейчас. Получится и в следующий раз. Это комбинация для более-менее пряморуких ребят. Абсолютно не сложна сама по себе. И она практически стопроцентную вероятность килла дает. Это даже не кунка с торрентом. Где не пойми что будет. Это стан на 4 секунды на фулл рэндж. И мало кто выживет. Я даже не очень представляю на ранних лвлах, кто из Брейвхард выжить сможет. 600 хп у Шейкера. 2 дефа. Никак вообще не выжить. У Тролль Варлорда 500 хп. 2 дефа. Ну а Раскаст, понимаете, прекрасно мощнейший. Ну будем наблюдать. Я думаю тут можно привязываться к Дезраптору от Ланэма. И просто ждать когда и откуда влетит стрела. Примерно этим Брейвхард тоже будут, я так понимаю, заниматься. Шейкера поставили в легкую линию фармить в соло. Зарабатывать левел, получать экспу. С Тинкера тоже, я смотрю, не собираются слазить. Уже недалеко у нас Ланэм. Вардов от команды Брейвхард здесь не имеется. Подумали, что это случайно и один раз всего такое случилось. Но здесь по Вижену видят, где ДДС должен уже отходить Тинкер. Не надо стоять под тавером, не испытывая судьбу. Тинкер не подходит. В итоге у нас в лес. Ну и непонятно почему Ланэм с ДДС решили прогуляться. В общем-то тут самый настоящий фраг. Ходил Тинкер за свою безопасность. Вообще не переживает. Поэтому можно было бы ловить, ловить и еще раз ловить. Ладно, у Роти Кей на данный момент по крипам. Абсолютный ноль. У Акса возможности фармить небольшие здесь. В общем-то три даже рейнжа здесь. И Акса будут харассить нон-стоп. У Роти Кей вроде по хп не проседает. Но при этом и фарма толком вообще не имеет. Ну, экспириенс идет. И то уже неплохо. Под смоком ДДС вместе с Ланэмом. Должны здесь находить Леона. Есть ли Вижен? Нет, Леона не видят. Пока не подошли, не видят. Видят аппарата. Аппарат, скорее всего, здесь отъезжает. Стрела у ДДС пошла. По таймингу развалили у нас Эншент Опарэйшн. А мы можем прощаться с ним. Ну и Роти Кей сильно проседает. В итоге Эншент Опарэйшн у нас погибает. И Роти Кей жив. Подожгли у нас еще и Леона. Дизрапшн через сколько? Через 12 секунд с руки будут настреливать. Еще один килл. Ехоумы 3-0. Три минуты, три фрага. Ехоумы взяли за дело. У ДДС 1-0-2. Везде, где Шадоу Демоны и Мирана, там убийство. Команды Брейвхат. Поэтому, понятное дело, что будут делить пока что все фраги и ассисты на двоих. Роти Кей не забрал килла. А было бы очень важно, на самом деле, Аксу. Забрать хотя бы один килл. Подняться по голде. Потому что по фарму он очень сильно страдает. Ну и продолжение. Лан Эм. Курьера здесь не убивает. А вот Тинкера, скорее всего, могут и развалить. Пенни Тенк. За Тауэр. Тинкер в панике бежать отсюда. Лан Эм. Лан Эм в итоге зря потратил время. Но, с другой стороны, три киллата есть. В чем проблема? Где находится у нас ДДС? ДДС пока на топ-лейне. Второй левел. Лип есть. Есть стрела. Ну и неплохо было бы... Да я даже не знаю, будет ли Сакритаро. Здесь максится. Или Старшторм. В итоге Мирана будет иметь в приоритете. Это вообще не очень важно. Да, стрела 100% попадает. Поэтому есть смысл, конечно, и стрелу помаксить. И маны требуют по-прежнему 100. Независимо от уровня прокачки. Ну и дэмэдж тоже не лишний. Старшторм не обязателен, потому как и с руки можно сносить. Того, кто у нас в данный рассказ попал. По крипам. На первом месте у нас Янг на фантом-ланцере. Шейкер вообще. Для него не проблема. 8-0 идет шейкер. И 26-14 фантом-ланцер. Даже близко подходить опасно. Ланэм видит здесь шейкера. Далеко Мирана, поэтому не тратит ни ману, ни кулдаун-дизрапшена. Ланэм. Просто отходит. Ротики у нас будут ловить. Сгрызается тролль под коп. Стрела пошла в тролля. Ну и ДДС. Может да еще и настрелять троллю. Нет, ДДС отсюда уходит. Но самое главное, что в этом файте случилось. В этом замесе ротики я остался жив. Это для команды Яхум важно. Да и это очень важно для команды Брейвхар. Да, наверное, и поважнее. Только со знаком минус. Ланэм. Можно дизрапшен и есть салкетчер здесь. Поэтому можно смело вообще разваливать здесь шейкера. Шейкер уже проседает по хп. Будет ли копье? Да копья всего ничего. Все, копье влетает на нас шейкер. Шейкер разваливается. Минус четвертый фраг для команды Яхум. И опять Ланэм у нас в центре событий. Пока ДДС сейвит, Ланэм ходит и убивает. По голде уже 2.5 в пользу команды Яхум. По экспириенсу 1000 тоже в пользу Яхум. На мидлейне дела как у нас. 26 на 7 Лина. 19 на 4 Тинкер. Тинкеру непросто, но и неудивительно. Тинкер не такой хороший фармер, как Лина. А 86 у нас в составе команды Брейфхард не такой хороший игрок, как Пенитенк. Вот вам и простая абсолютно логика. У Ротике уже появляются транквилбуцы. У Лины в это время уже есть фазы. Фазы, нул талисман. Ну что, у нас замес пошел. Лагуна Блейд в Леона. Бедняжечка Леон просто в ноль практически Пенитенк с одного спыла развалил. Ну что, будет ли стрела? Не хватает маны. Еще чуть-чуть совсем маны осталось для ДДС. Погоня дальше за Тинкером. Задувает в него. 6-0. Команда Брейфхард сыпется. Еще и стрела пошла у ДДС. Пенитенк с хайграундом можно бы по догу навалить. В итоге расходятся. Нет маны у Мираны. Она по ней страдает. Я думаю, что даже Арканы будет не лишним Ране приобрести. Или хотя бы Ланемо о них позаботится. По итогу файта забрали 712 голды, 750 экспириенс. У Брейфхард огромные проблемы. 6,5 минут почти 5000 Яхуму выигрывают. По экспириенсу 3000 тоже в их пользу. Товара еще не падали и даже не пытали особенно их пушить. Там где-то где подходит, разве что Янкон ковыряет товара. Как начнут падать товара, они начнут падать, потому что уже оунычет команды Яхум. Преимущество колоссальное для 7 минуты. И рано или поздно все это выльется в товара. И я думаю, что команда Брейфхард, если каких-то радикальных мер не примет здесь, то шансов на то, чтобы вывести эту катку, практически нет. Тролль Варлорд, единственный, кто пыхтит за всю команду. 31 на 16 у него Крипстат, есть Рейсбенд, есть Фейсбуцы. В это время у Фантом Лансера уже есть Аквила. ПТ и в Курьере что-то нет, ничего в Курьере не имеется. Для ПЛа по Нетворцу. ПЛ 3200, а у Тролля 2500. Ну и на первом месте у нас Пенитенк на Лине опять начинает разгоняться. И в скором времени команда Брейфхард будет как огня у нас Лину бояться. Уже 3800. И ближайший преследователь в составе Брейфхард это Тролль. У него 2500 всего. Ну 1300 перефарма. Чуть ли не в полтора с лишним раза перефармливает мидер Мейнкерри. Мейнкерри, который триплой стоит. Которому помогают все, кто только может. Хотя посмотрите на этих помощников. Ancient Operation 0.1. Леон 0.2. Лучше конечно одному стоять, чем с такой помощью. Ну что, пошел у нас опять в рыб от команды Ехоум. Пенитенк у нас под тавера выходит. Ланэм получает кучу дэмэджа. Здесь полетела уже Лагуна Блейд у нас от Лины. Развалили в итоге Тинкера. В очередной раз, в третий раз умирает мидер. Куда движется Брейфхард непонятно. Ну по-моему во вторую игру. Как можно скорее. 6000 Ехоум и 4000 по экспириенсу тоже в их пользу. Разные лиги. Просто разные лиги по уровню игры. И ничего, кстати, феноменального команда Ехоум не творит в данной игре. Пик Shadow Demon и DDC на Миране. В принципе сказал даже вот... Ну таким ракодотерам, как мне, что будет происходить. Почему Брейфхард не сориентировались. Не смогли там завардить. Не смогли задевардить вообще. Ну и заняться хоть какой-то безопасностью. Непонятно. Не думали, что их пронесут и все будет в порядке. Так, Сан пошел у нас от Лины мимо. Стрела тоже мимо. И даже задувка от Лины тоже мимо. Троллинг какой-то от команды Ехоум. Насколько я понимаю, у Акса уже почти готов даггер. Вот здесь вот пачечки крипов ждут. У нас Ротикея. Агри на себя, потому что без ХП быть. Все, у Акса есть деньги на даггер. У команды Брейфхард нет шансов на спасение. 7500 по голде Ехоум. По экспириенсу 5000 тоже Ехоум. Тролль отправляется вниз фармить. Изгнали у нас Шейкера. Шейкер из легкой линии, стоя в соло, вынес Боттл, Тапок и Стаутшилд. Самое время Стаутшилд в щит бомжа превратить. Очень кстати будет. Тинкер через машинки пытается отбить пуш. И, наверное, это у него получится на ранних этапах. Но проблема в том, что у Тинкера до сих пор нет Boots of Travel. Реарм стоит дорого. Реарм делается долго. И маны у самого Тинкера на этот реарм просто-напросто не хватит. Ну, 1, 2. Ну, это 10 секунд или 20 подождать Ехоум. А дальше смело со всеми спылами можно файтиться. Ну что, 4 игрока команды Брейфхард на мидлейне. Шейкер чуть-чуть не попадает по стреле. Первый фраг, скорее всего, для Брейфхард. Ланема забрали. 10 минут у нас сыгран на счет 1, 7. Пошел Фантом Лансер у нас уже дамажить. Врыв у нас на Леона. Доппергангер на хайграунд. Развалили Леона. Развалили Эншент Оперейшена. Доминейтинг от Пенитенга. И еще один килл от Фантом Лансера. 1, 9. По итогу файта... По итогу файта Брейфхард в плюсе. Для них каждый фраг, а это был первый фраг, теперь дорогой. К счастью, с новым патчем в доте ситуация данная изменится. Если вы тащите, то вы тащите. И не отдаете по триллиону долларов просто за один килл. В случае, если вы проигрывали. Еще один килл от Пенитенга. ДДС. Стрелу не жалеет. Пенитенг вообще рук своих не жалеет. Просто с руки расковыряли Драгонслейв. На всякий случай. 10-1. По золоту 8. По экспириенсу 6000. Начинают падать о врат. Т1 на медлайне снесли. Внизу снесли. Можно смело... Можно идти на Рошана. Можно идти на Таварам. Можно идти на Фонтан. Сносить Фонтан, чтобы не регенил команду Брейвхарт. Пока что у Юхум ситуация такая, что Брейвхартом вообще ничего не светит. Юл прилетает для Пенитенга. Это уже рассказ. Это уже у нас начинается автономия абсолютной Алины. Никто не нужен ей для того, чтобы ловить своих оппонентов и разваливать их с личного рассказа. Даже Тролль. Даже Тролль. Самая сильная единица в составе команды Брейвхарт. Здесь не переживает рассказ. Ну, смотрим. Выход от Ротикея. Даггер есть. Ротикея прыгает у нас на Леона. Ульта от Ротикея. Минус Леон. 1-11. Тинкер с машинками выглядит смешно, конечно. Больше плакать хочется, но... Подсейбить, короче говоря, свою команду вариантов никаких. Эти машинки, это... Это все несерьезно на данный момент. 1-11. По голде 10 с лишним Юхум по экспириенсу. 6000 тоже в пользу команды Юхум. Это просто потому, что мало дают экспы за киллы команды Юхум. Вот вам и не десятка, а всего лишь семерка по экспе. Я уже не успеваю убивать. Фантом Лансер. Просто-напросто Леона. С одного копья и обычный Фандом Раш, который позволяет ворваться всеми иллюзиями Леону прямо в затылок. Ну, развалили Леона. Счет становится 1-12. Тинкер. Опять машинки. Что-то новенькое. Упл на спокухе. Ушел отсюда. Уже есть барабаны. Есть пауэртретс. Блэйд оф Алакрити готовится выйти в диффуза. Диффуза. Диффуза станут просто критичными. Ну и валится Тинкер. Валится. Кстати, немножечко тупанул здесь Фантом Лансер. Но есть вариант уйти. В итоге ПЛ живой. Доппельгангер, конечно, дико имбовый стал. И никто на это не реагирует. И в патче Фантом Лансера нас не порезали. И Доппельгангер по-прежнему будет такой дичайший имбой. Ничего с ним не сделаешь. Лан Эм выходит у нас в бок Леона. Не должны здесь доставать. Далековато. Вот если Пенитенк поднимет, то, конечно, заберут 100%. Одного, двух, кто там подставится под рассказ. Без изменений пока по золоту и по Экспе. Все это в пользу команды Юхум. Без шансов пока что для Брейвхарт. Тролль ничего. Тролль молодцом. Тролль старается. Троллю здесь БКБ очень нужен. Он пошел в Доминатор. Ну, БКБ слишком дорогой артефакт, чтобы позволить себе сейчас его собирать до Доминатора. Хоть как-то надо, хоть какой-то под сейв, хоть какой-то хп реген для Тролль Варлорда. И до БКБ можно просто-напросто не дожить. И примерно к этому все идет у нас. Ну, затихли Ехумы. Перестали нон-стоп пушить и ганкать. Как бы это боком для них не вышло. Ротикей прыгает у нас на Тинкера. Туда же ульта аппарата. Ротикей ее ловит. И Ротикей разваливается. ДДС промазывает у нас стрелой. Понеслось. Ланэм дальше за Тинкером. Тинкер отпивается. И минус. Шадоу Демон. И Лина здесь. Минус тролль. Анстапа был для Пенни Тенго уже. 6-0 идет Лина. Тинкер на сколькина. 10 хп уходит отсюда. 8-6 у нас. И стрелами раны чуть-чуть не попадает в цель. По голде Брейвхард. Полторы тысячи за один файт. По экспириенсу 2 500. Все это за одну несчастную драку. За два фрага. Оффлейнер и саппорт. И все это так дорого стоило. По графикам немного свое положение исправили. Но пока что рановато говорить о камбэке. Посмотрите какой ужас творится по Нетворцу. 8400 для Пенни Тенго. И 5100 для Тролль Варлорда. Тот кому действительно нужны деньги по факту остается без них. Лине эти деньги не особенно нужны. Ей просто надо найти цель. А дальше рассказ это элементарный. Маны и так на все хватает. Вот тот кому действительно нужны артефакты. Пока что у нас бегает только с Блейдов Алакрити. Тролль Варлорд пошел собирать себе Сенжин Яшин. Сколько я понимаю. Ланэм тоже решил подфидить. Пожалуйста. Неплохой вариант. Тролль Варлорд в это время у нас разваливается от Пенни Тенго. Обычный рассказ через Юл. Через Лагуну. Через все что есть у Лины. Ну здесь Яхоумы чуть больше подняли. Все таки убили Тролля. И это действительно важно. Лина 400 заработала. В составе команды. Ай. Только 1 килл показали. Может даже что за Шадоу Демона дали больше чем за Тролля. Это тоже неудивительная ситуация в современной Доте. По голде Яхоумы 12 тысяч. По экспириенсу 7. С копейками тоже для команды Яхоум. У Пээлла совсем немного остается до рецепта на Диффуза. Пока Фантом Лансер только так вскользь касался команды Брейвхард. Каких-то одиноких загулявших ребят сносил. Теперь можно будет во всеоружии начинать давить. И любой герой у нас будет очень сильно гореть от иллюзий. У Шейкера еще 1000 до Даггера. Тут ставки можно ставить. Появится ли у Шейкера Даггер до падения трона. Ланема опять ловят ульта аппарата. По Ланему Леон. За счет Фингеров Дест разваливает у нас аппарата. Ну и ой. Короче говоря да. Развалили у нас Шадоу Демона. Развалили у нас Леона. ДДС. Попадает стрелой в нейтралов. И вся команда Брейвхард разбегается. Ульту провязала Мирана. Просто для хорошего мувспида. Мирана у нас выходит в Мекку. Успеет ли вообще собрать. Монстр килл уже для Пенитенга. Все в принципе относительно фуловые. Единственный кто просил по ХП это Лина. Лине не надо близко подходить. Уже появляется у нас здесь Роти Кей. Агрит на себя Тинкера. Тинкера здесь развален. Лайвстрайкеры под ноги даже не дожил Ленео. Гадлайк для Пенитенга. Две сто на руках. Есть Даггер. Есть Югул. Ну талисман. Всего предостаточно. Сейчас у Лины через две тысячи появится Аганим. А это через всю карту на секундочку. Кстати в новом обновлении Лине порезали. Порезали рейндж каста Лагуна Блейда с Аганимом. Теперь он не будет повышать рейндж. И может быть Лина у нас наконец-то пропадет вовсе. Или хотя бы меньше станет появляться в мета доте. Немножко она поднадоела уже. Ротикея забирает фарму команды Брейвхард. Видят его. Можно в принципе попробовать ворваться. А можно здесь в Югуле полетать. Пенитенг. Расказ под ноги здесь. Леон у Леона развалили. Акс на лоу хп. Но как и было Акс на лоу хп. Он так и остается. Ничего команда Брейвхард по убийству Акса не предприняла. Ланем. Дизрапшн. Пенитенг. Под ноги стан. Драгон слейв. Еще один удар. И развалится здесь тролль. 19-5. Как больно команде Брейвхард. Ехоу мы здесь битые сильно. Но при этом живые. Лина у нас. На лоу хп. Под машинками Тинкера. Немножко погнила. И валить отсюда. 3-100 на руках. Акс в это время забирает у нас еще и. По-моему. Эншент Аппарейшна. Если я не ошибаюсь. Нет. Не ошибаюсь. Аппарат отправляется у нас в таверну. 25. 15 с копейками по золоту. И 12 тысяч по экспириенсу. Экспириенс постепенно догоняет преимущество команды Ехоу по золоту. Все-таки у нас уже 18-ая минута. Дело близится к мидгейму. И дают теперь побольше экспы за смерть игроков команды Брейвхард. Но и они какой-никакой левел получают. Шекер пошел у нас реализовывать свои суицидальные наклонности. Как я понимаю он на лайн. Только кто-то на него выходит. Шекер сразу здесь умирает. Ну не Ланэм. Тоже прислали. Супер убийцу. Так. Акс у нас. Берсеркер Кола отменяет Ротикей. Ульта пошла у нас от Аппарата. Должна цеплять ДДС. И возможно Мирана здесь и умрет. А возможно нет. Дизрапшн бросает. Да бросает и в дизрапшн. Ланэм. Дизрапшн бросили. ДДС тут благодаря не муфт в принципе и переживает у нас ульту Аппарата. Муфт на Мидлейне. Ничего пока серьезного из себя не представляет. Но хоть какой-то под сейф будет. 0-3 идет у нас муфт. Эншент Аппаратшн 2-4. Шекер 0-2. Леон 2-7. И Тинкер 1-4. Просто пара Трахита в составе команды Брейвхард. Ну не пошло со старта. А теперь непонятно где вообще какие варианты. Можно найти, чтобы обратно в строй встать. Даггер есть. Есть Форс Став. Транквил Буци. Вангвар для Акса. Ротики тут теперь всей деревней не запинать. Как бы не хотели. У Шадоу Демона уже есть Транквилы. Есть Урну в Шадоус. Для Лины. 4-100 на руках. 4-130. То есть Аганим. В принципе. Просто-напросто купить со старта. Ну и ульта в Пенитенго. Ну наконец-то. То Пенитенго уже чудеса тут начинает творить. Какие-то по убийствам. Забрали у нас Пенитенго. И аппарат забирает 815. За одну Лину. Аппарат в жизни таких денег не видел. Разменяли правда Леона. Аппарат сразу себе машину купил. Форд Став есть. Есть Транквил Буци. Девятый левел. Веншн Топарэйшн тут самый серьезный на самом деле герой в составе команды Брейвхард. 3-4 у него КДА. Вообще давайте на КДА посмотрим. 10-1 идет Лина. 4-0 идет Фантом Ланцер. 3-4 Ланэм. 2-0 ДДС. Так. Развалили у нас в это время Тролля. Тролль. 0-2... 0-4 идет Тролль. Да, и Брейвхард в составе команды... Брейвхард. Эншн Топарэйшн в составе команды Брейвхард. Больше всех убил. 3-4 у него КДА. Двоих убил у нас Шур на Леоне. Но при этом 8 раз умудрился слиться. Еще одна ульта аппарата. На этот раз... Ни в кого, наверное. ДДС не попадает под ульту. Ну и на лоу ХП здесь Тинкер. Фессура на подсейв. Тинкер должен догорать, я думаю. Урнов Шадоус на нем висит. Нет, Тинкер отпевается батлом. Выживает в итоге в этом файте. Забрали Фантом Лансера. Фит начался. 15 тысяч по голде Яхоумы. По экспириенсу 12 тысяч. Но то, что позволяет себе умирать ПЛ... Непонятно вообще почему. Кто его может здесь убивать и чем его убивать. Но тем не менее ПЛ умудряется отдаваться. Эхо Слэм пошел у нас от Дога. И Акс здесь не такой уж бессмертный. Втроем на одного вышли. Почему Яхоумы позволяют себе подставляться? Подставляться где-то вообще на дальних абсолютно онлайнах от своей половины? Много вопросов. 1400 по голде зарабатывают на одном Аксе. Дикий просто курс сейчас на игроков команды Яхоум. 2300 по экспириенсу и 1500 по золоту. Один несчастный Акс. Ну и наконец-то у нас Пенитенк созрел до Аганима. Хотя деньги были давным-давно. Пенитенк не купил его сразу. Потом умудрился 800 голды подарить. И теперь все-таки приобретает себе Аганим. Поднимают тролля у нас. Сразу же фиссура от Дога. Не дают раскастоваться в тролля. Стрела от Мираны мимо. Ну и игроки команды Яхоум ждут, наверное, Роти Кея. Можно пойти забрать Рошана. ДДшка здесь как раз очень кстати для Лины. Можно пойти забрать Рошана и смело заходить на хайграунд. Зачем эту игру затягивать команде Яхоум, непонятно. С другой стороны, это их дело. Пенитенк стоит в кустах. Недалеко у нас Дог. Лучше не выходить Пенитенку. Под ноги раскаст. Прыжок Лагуна Блейд на отступлении. Без опасности для себя вообще. Просто на скиле спокойненько. Как в каком-то серьезном пабе, где полторы тысячи ММР. Самый большой. Рошана не касались. Не Яхоумы. Брейвхард, понятное дело, вообще нет смысла к Яхоуму подходить. Там от сплэша все развалятся. Но Яхоумы Роху не забирают. И так чувствуют себя в принципе комфортно. Пока что просто давят экономически и географически. Уже закрыли команду Брейвхард на уровне их Т2. Дальше выйти никак. Так только разве что вот машинки от Тинкера. У Тинкера есть Бутсов Тревел, есть Пойнт Булстер. Зачем Тинкер собирается в Бладстоун? Непонятно мне. Как Бладстоун его спасет и что ему подарит? Потому что Тинкер здесь это убивать не будет. И команда Брейвхард не планирует здесь убийствами заниматься. Где-то только случайные ошибки Яхоум реализовывают во фраге. И разве будут капать заряды в Бладстоун на Стинкеру? Не думаю. Но польза конечно у данного артефакта в данной ситуации в том, что дополнительный хп и дополнительная мана потихоньку постепенно зарабатывается. Лина опять отдалась. Тролль Варлорд отдался, но это не новое абсолютно вообще движение. Лина умирает второй раз и дарит опять уйму вообще денег своим оппонентам. Яхоум зависли на позиции 15 тысяч по золоту и 12 тысяч по экспириенсу. Графики еще по чуть-чуть, по чуть-чуть, но начинают в сторону команды Брейвхард двигаться. Такие катки вроде бы кажется нельзя слить. Ну я думаю, Яхоумы уверенно могут к этому прийти, если немножко еще и темп повысят. И не по одному будут сливаться, а хотя бы по два, по три. Скучно видимо живется в команде Яхоум. Решили поиграть в антидоту. У Лиона два брасера. Boots of Speed. Лион у нас просто танк вообще. Боевая машина. Ланема наказывают здесь. Простенько и со вкусом. Finger of Death и до свидания, Ланем. Продолжение издевательства над... Я не знаю, над зрителями, наверное. Зачем Яхоумы это делают? Непонятно, что у них там за... Вижен на сложившую ситуацию. Тоже мне не ясно. Роти Кей под инвизом. На Лиона. Лиона должны забирать. ДДС в соло должен его забирать. Через старт шторм. Роти Кей накричал на деревья и лежит, как рыба, бьет хвостом. ДДС на лоу хп. Тинкер разваливает у нас еще и Мирану. Минус Акс, минус Мирана. На лоу хп Эншн Топарейшн, но живой. Уже на базе. Давайте смотреть файт рекап. Да это же чудо из чудес. У нас камбэк нарисовывается. 1700 по голде. 3400 по экспириенсу. Ехоу, мы домой вообще. С такой игрой стыдно играть в китайском дивизионе. Ну спускаются графики. Потихонечку, плавненько, но спускаются. Ну и здесь Янг. Начал ворваться у нас в Тинкера. Доппергангер выталкивает у нас Тинкера. Тинкер через секунду уже будет... У него даггер. Где, кстати? Где? Нигде. Фантом Лансер у нас отправился на Эншентов. Не допиливает Тинкера. Брейвхард собрались. В один какой-то мощный кулак. И держатся вместе. И все у них в принципе пока что не так страшно, как 3 минуты назад. Или 4, или 5. Там чем дальше, тем страшнее было. Теперь же Ехоумы теряют золото, теряют экспириенс. И у команды Брейвхард начнут появляться артефакты. У Фантом Лансера в это время появляется Хард оф Тараск. При таком доминировании Тараска и Диффузан маловато на самом деле на 27 минуте. Но с другой стороны... Пэйл правда сейчас страшнейшим оружием становится в руках команды Ехоум. У Лины в это время есть Аганим. Ну и БКБ Лины тоже очень много вопросов решит. У Мираны есть Мека. Мирана у нас вообще чуть ли не фулл саппорт. Нюкер саппорт, как ее называть, непонятно. Шадоу Демона 1700 на руках. Ланем, скорее всего, собирается в Даггер. У Акса мы видели, еще и Блейд Мейл появляется для общего запака. Роха для Пенни Тенго. Надоело отдавать сумасшедшие стрики Лине. Давайте по команде Брейвхард. Уже есть Солл Бустер. Совсем немного остается дубла от Стоуна Тинкера. Есть Даггер, есть Бутс оф Тревел, есть Боттл. Всего предостаточно у Тинкера. Летай по лайнам пуш, главное не подставляйся. Все, больше от Тинкера ничего не требуется. Просто не умирай. Ну, в это время у Леона появляется Даггер в составе команды Брейвхард. Да, там еще и БКБ появился на линии. Ну, у команды Яхум должны появляться артефакты. А то, что у Брейвхард появляются арты, причем серьезные арты, тот же Даггер на саппорт Леоне, это, знаете, попыхтеть надо было. Вот, а то, что появляются у Брейвхард артефакты, это позор команды Яхум. Акс агрит на себя мува, ну и ловит стрелу мув. Не очень удачно. Лагуна Блейд в Акса, в тролль Варлорда теперь. Развалили Тролля, еще и собаки под хостом. Стреляли, все. И Тролля убили, и добили его, морально убив Пэта, которого он забрал в лесу. 12-25. За Тролля не так много зарабатывают, как зарабатывают за игроков команды Яхум. Это тоже неприятность. Опять 15 тысяч Яхум в плюс по золоту. Тут и Рошан, тут и Таура. Тавер, который на топе упал. И по экспириенсу опять больше 10 в пользу команды Яхум. Шекер с Даггером, с Форс Стаффом. Док Севен, в принципе, о большем и мечтать не мог. В общем, минут 10 назад. Тинкер неплохо, в принципе, себя ведет. А вот, кстати, неприятность для Тинкера. Роти Кей приобретает себе Блейдмейл. И, как я понимаю, исключительно, чтобы Тинкера у нас. Помучать. Точно так же Блейдмейл Фантум Лансеру можно покупать, да и всем остальным. Смешная ситуация, когда Тинкер убивает себя своими же машинками. 3-4 героя с Блейдмейлами заходят в машинки. И бедняга Тинкер просто-напросто погибает от рефлекта. 30-ая минута у нас на карте. Счет 12-25. 15 по голде Ехоумы. Ну и заходят на хэгграунд. Расказ пошел у нас Леона. Леона развалили. Эхо слэма Док Севена. Пенни Тенк на лоу ХП. Пытается выхилиться Пенни Тенк. Ланен сейвит его за счет дизрапшена. Пенни Тенк себя в ветра. Собирается жить. И все у него получается. Все. Даггер аут. В итоге одного Леона убили. Но больновато, конечно, было команде Ехоум. Ульта пошла у нас от Аппарата. Пофарми, Лин. Все будет нормально. Нет, не попадает. Чуть-чуть не попадает по Пенни Тенгу ульта Аппарата. Чуть-чуть вообще. Сейчас бы Лина у нас отъехала 100%. Хотя бы тут же Тужаэгу сбить. У Аппарата. У Аппарата до Агонита. Агонима остается всего лишь 300 голды. Сейчас вся команда должна заткнуться по фарму и дать аппарату нафармить Агониму. Самый серьезный парень вообще. В составе команды Брейвхарт. И если будет Агоним на Эншент Аппарэйшене, то команда Ехоум становится очень даже уязвима. Ультой аппарат практически не мажет. По киллам, по ассистам все в порядке. 5-4-2 по-моему единственный положительный кеда в команде. Сейчас глянем. Так, ульта аппарата пошла у нас. Куда? На топ на Панитенга. Ну и все, Панитенга, конечно, подгорает немного, но это без Агонима. Есть Агоним на Аппарате. Все. И посмотрите, без Мидаса может Эншент Аппарэйшен, несмотря на то, что вся команда терпит и... терпит с первых же минут, Эншент Аппарэйшен без Мидаса может собрать себе Агоним. Еще и Форс Став есть. И Транквил Буцит. То есть не перекрывал себе кислород саппорт команды Брейвхард. Аппарат может. Просто попадай ультами. Больше ничего от тебя не требуется. Забирай киллы, забирай стрики, делай вообще вещи. Не надо этот Мидас, не надо полтора часа сидеть в лесу. Можно играть в активную доту и при этом иметь нормальные артефакты. У Леона после Даггера 400 по голде. Пока что обычные тапки у Тинкера. В это время есть Бладстоун. Заряды не терял. Здесь 86. Лучше лететь отсюда. Ротикей. Кстати, Ротикей-то от машинок. И подойти к Тинкеру не может. И заагрить его где-то в кустах тоже не получается. Ланэ. Под Инвизом зашел в кусты. Спрятался Даггер, если что есть. ДДС бьется об елки и возвращается назад. Понятно, что он там искал. Просто подошел к... Дереву и... Попытался пройти сквозь него. Не получилось. Ушел в итоге отсюда. Пенитенк. Врыв у нас на Тролля. Тролль без Огркла... Без, точнее, БКБ до сих пор. Зачем этот Яша, если у тебя нет... Блэкинг Бара. И разваливается Тролль в любом случае очень быстро. Вот рассказ. Надо переживать хотя бы рассказ Лины. Да, терпеть от Лагуна Блейда. Потому что там есть Аганим. Но не стоять Лайт Страйк Кэрой. Не нюхать этот Драгон Слейв по 3-4 раза за замес. Все, Аега пропадает на линии. Можно сказать, что не реализован. Потому что у нас 32-ая минута. Хайграунд команды Брейвхард стоит. Я тут вообще всеми... Руками и ногами топлю за команду Брейвхард. Не нравится мне то, что делают Яхумы. Да и кому это нравится? Я думаю, Яхумы сами не в восторге от того, что они делают. Только Мирана сама себе нравится. Все-таки с таким-то сетом. Войдстоун есть. Мека есть. Аркан Буцин на Миране. Мирана здесь вообще фул-фул саппорт. Брейвхард. Две пачки машинок запустили. И все. И можно стоять. Уиншит оперейшн. 40 секунд откат ульты. Просто по КД раздавай. И не давай команде Яхуму подходить. В это время может быть тролль что-то нафармит. А может ничего и не нафармит у нас. Тролль. Просто пошел отдаваться на ровном месте. Ну и разваливается здесь еще и Тинкер. Куда вы пошли? Зачем вы туда пошли? Непонятно. Мейн керри отъезжает. Мидер отъезжает. Отлично. Пуш шейкер у нас теперь вообще отвечает за всех. И стоит. Дефает пока вы будете в таверне прохлаждаться. Утроля. Готов уже Митрил Хаммер. Есть Огр Клаб. Совсем. Ну как совсем. Тысячу голды остается до БКБ. Пока что это действительно много. С учетом того, что Ехоумы уже на подступах к хайграунду. Последние минут 20-100. 20 тысяч по голде Ехоум. По экспириенсу тоже 20 тысяч для Ехоум. У Брейвхард был шанс. Шанс правда заключался в том, чтобы никто не умирал по возможности. Но идти просто-напросто отдаваться на ровном месте. На секрет-шопе. На топ-лейне. Когда у тебя нет ни одного Т2. И прилететь некому некуда. Это конечно жесть. ДДС сводит Стоуном. Интересно что. Неужели это будет рефрешер? И неизвестно на самом деле, что это будет. Рефрешер или Сайт оф Вайс. Вряд ли Мираны хватит денег на Сайт оф Вайс. Возможно еще один Юул для команды ДДС. Ну Мирана может себе позволить собрать Юул и нормально стрелой попадать. Так, у нас Пенни Тэнк. В это время убивает Тинкера. Продолжение банкета. Пенни Тэнк уже 16 на 2 идет. Сейчас он конечно не очень грозный. Не так как было раньше. Дианга поймали. Ульта пошла от аппарата до Пельгангер. В никуда. Вообще фактически не дали прорезать Ротике. Агрид на себя четверых. И по-моему ошибочно агрид. Развалили в итоге мейнкерри. Посмотрим сейчас сколько забрали за мейнкерри. 843 забирает аппарат у нас за Лансера. Да и всем тут хватило 2200. Общий заработок команды Брейвхард за 1 килл. 4500 по экспириенсу. А потом Лансеру нравится. Сколько раз уже? Второй раз тоже погибает у нас ПЛ. Непонятно зачем. Непонятно для кого этот файт. Кому он был нужен. Команде Юхум точно не был нужен. Ну их сейчас вообще пес поймешь этих. Юхумов чем они занимаются. 20000 по голде их преимущество. По экспириенсу тоже 20. Но время идет. 20000 на 35 минуте. Это не 20000 на 20 или 15 минуте. Постепенно, постепенно. Но Брейвхард могут свое и забрать. Ротикей сейчас встретит у нас машинки. Может попробовать его и поймать. Ракеты на отступах. И лететь отсюда Тинкер. У Тинкера уже есть Ultimate Orb. Слили полностью заряды в Бладстоуне Тинкеру. То, о чем я говорил. Зачем он был нужен непонятно. Ну, возможно позже Тинкер будет у нас по 3-4 героя выключать. Позже я имею ввиду во второй игре. И тогда заряды будут хоть как-то пополняться. Но на самом деле это просто трата денег в никуда. Да, конечно, дает тебе 500 хп, 400 маны. Есть много других артефактов, которые гораздо полезнее. И которые дают то, что необходимо Тинкеру. Тот же Сайт оф Вайс вообще был не лишним. Бладстоун-то стоит... Ого-го! Сколько? 4900 стоит Бладстоун. Сайт оф Вайс стоит... Секундочку. 5600. Можно немножко подзатянуть пояс и там 800 голды дофармить. Очень странно. Для Ротикея появляется Бладстоун. Вот кто носит Бладстоуны у нас. У нас аксы с Бладстоун и Тинкер. Посмотри. Посмотри, на кого ты похож. У Троля есть БКБ. Пока что Муфову не юзал. Фейсбутцы. Доминатор Яша. Давайте вообще по артефактам пробежимся. Ancient Operation на 1500 и полетела ульта. Вижен имеется. Ульта аппарата. Разваливают в итоге у нас Тинкера. Ульта аппарата в никуда и очень поздно. Хотя попало под двоим. Ланэм здесь и так, кстати, неплохо так проседает по хелстпоинтам. Может и умереть в итоге. Смеху-то будет. Но Дизрапшн в итоге провязает. Нет, не умирает у нас. Ланэм заканчивается действием. Ланэм обморожен написано. Заканчивается обморожение у нас на Шадоу Демоне. Выживает. Прошан в это время падает для команды Ехоум. Второй Роха. Сыра пока что нет. Но и Аегиса будет достаточно для Фантом Лансера. Лина в это время в собственном лесу фармит. Пенитенк получил все, что можно получить Лине. Ничего особенного и не нужно. Я даже не знаю, какой артефакт может Лине понадобиться. Еще просто копить деньги на байбэк. На всякий случай. Под инвизом. Команда Ехоум. Ульта пошла у нас от Шейкера. Пенитенк. БКБ. Роти Кей у нас. Вгрызается в него мув. Роти Кей там может и умереть. Finger of Death от Леона. Леон быстрее упрыгивать и лететь отсюда. Забрали Акса. Никого не потеряли. Леон сильно битый, но живой. 1851 за одного Акса. 4000 по экспириенсу. Ну и здесь поймали Шейкера. Сколько дают за Шейкера? 12 голды. 7. 575 дали за Шейкера. Ну 1800 за Акса. Ну имейте совесть. Леон просто-напросто справляется здесь с иллюзиями Фантом Лансера. Даже несмотря на то, что там есть Тараска на иллюзиях. Ну Янга решили оставить без маны. БКБ провязал у нас Фантом Лансер. Пошел наваливать аппарату. Как спастись непонятно вообще. Аппарат просто-напросто сгнил здесь под иллюзиями Фантом Лансера. Так, Леон. Пошел врыв у нас в ПЛ. И мув здесь уже напиливает ПЛ. А Доппельгангер не сможет провязать. В итоге развалили его до того, как провязал Доппельгангер. Сбили Аэгис. Где подкоп? Подкоп еще 2 секунды. Ну и дальше, и дальше. Хекс на Янга. Янга подкапывают. Где Finger of Death? Ой-ой-ой. Дизрапшн бросает у нас в итоге Янга. Янг разворачивается и дальше за мувом. Или назад. Непонятно, куда Янг вообще. И он не может понять, бежать ему или драться. В итоге ушел отсюда. Ну, в принципе, ПЛ тут не сильно пострадал. Да, морально немножко пострадал. Но к психологу сейчас обратиться. Все, вопрос быстренько залечится. И можно опять идти пушить. Вообще, ПЛ тут не очень жалуют. На хайграунде команды Braveheart тролль начинает быть серьезной боевой единицей. С появлением БКБ вообще без артефактов на дэмэдж, в принципе, мув. Мы знаем, что тролль может бить не сильно, но при этом совершенно не выпуская тебя из баша. Поэтому время у него есть, чтобы тебя убивать. У Акса появляется Бладстоун. Не чудо ли это? Бладстоун на Аксе, Роти Кей... Роти Кей то ли смешно, то ли неинтересно играть в доту, когда все идет по стандарту. Ну, а с другой стороны, чего от Яхум требовать? Они 15 тысяч выигрывали на 10 или на 12 минуте. Не зашли на хайграунд. Довели эту игру до 41 минуты. Команды Braveheart есть. Теперь шансы закомбетчить. 22 тысячи они по экспе проигрывают, по голде точнее, по экспириенсу 27, но они к этому привыкли. Они в этом состоянии всю игру идут. Если сейчас будет какой-то камбэк на 10 тысяч, они в пятером... Ой, что с машинками делается? Куда тут вообще? Крепы просто-напросто не живут даже. Вот, так вот, если файт какой-то закончится со счетом хотя бы 4 килла будет для команды Braveheart, там денег капнет огромное состояние. Огромнейшее. Два таких приема команды Яхум можете Фантом Лансера сможете оставить потом до следующей игры. Да, лейта, конечно, у команды Яхум очень крутая, это Фантом Лансер, но не будем забывать, что Мирана не формила. В итоге, керри один, по сути. Да, есть Лина, тоже Лину контрить несложно. БКБ контрит Лину, и тролль ее просто-напросто размажет вообще по полу. Так вот, лейта одна, Фантом Лансер. Здесь есть тролль, здесь есть Тинкер, которого смело можно относить в лейт, потому что Тинкер тоже у нас, благодаря Хексу, не выпускает вообще у нас из Хекса. И там скоро появится, я думаю, Этериал, и туда же Дагон какого-нибудь, левел 5. Ну и можно будет одного выключать. И не стоит забывать аппарата. Аппарат, который, в принципе, контрит половину вообще всего, что команда Яхум может сделать. И про Даггер можно будет забыть, и... да и вообще во всем можно будет забыть. Ну что, пошел у нас продолжение файта. Роти Кей прыгает у нас на Леона. На лоу ХП в итоге у нас тролль, ульта аппарата по Роти Кею. Роти Кей на лоу ХП отсюда отходит. Дог Севен ловит у нас стан. Развалили Дог Севена. Аппарат. ТП аут отсюда. Ну и все. И разваливают свинку, и все полумертвые. Янг в итоге у нас хилинг спри делает. Где в это время Тинкер? Тинкер просто поливает у нас машинками. Не так страшно, на самом деле, для команды Яхум. Роти Кей врывается у нас. Сразу же ловит Хекс. Выталкивает его. Мув под БКБ. Быстрее бежать от Янга. Можно попробовать хоть что-то сделать. Но надо хоть один игрок. Нужен кто-то, кто будет контролить всю эту ерунду от команды Яхум. В итоге у нас Фантом Лансер, в принципе, перегенит себе ХП достаточно быстро. Пенитенк поднимает у нас ветра Тинкера. Под ноги стан. Роти Кей. Загрил. Стрела. Тинкер в таверну. Если деньги... Нет, денег на байбэк нету. Это минус пять. Команда Яхум довели. И сделали то, что можно было сделать 20 минут назад. Может, ставили на время сыгранное. Может, просто тупые. Что, поздравляем команду Яхум. Первый матч в данном Best of 2 они выиграли. Braveheart держались смело. Потому что все-таки Braveheart. И держались очень долго, упорно. И старались хоть как-то закомбетчить не получилось. Там действительно шансов на камбэк был минимум. Если только Яхум вообще не ослепнут и не пойдут в пятером сливаться. Так не получилось. Яхум хватило трезвости ума, чтобы не подарить победу команде Braveheart. Увидимся во второй катке. Пока что Яхум намного сильнее. Они лучше фармят, они лучше убивают, они лучше видят доту и примерно знают, что с этой дотой делать. Да, где-то там с пути сбиваются, но такое бывает. Все, услышимся через 2-3 минуты. Не забывайте пока что подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте. Все это под стримом. Ну и там же ссылка на наш канал YouTube. Будем рады вас там созерцать. Увидимся через 2-3 минуты.